Анастасия Иванова мама годовалой дочери. В седьмую детскую поликлинику ходят по месту жительства, но уже не раз молодая женщина подумывала перевестись в другую. Говорит, в нашей постоянно нет талонов, а врачи то на больничном, то в отпуске. Например, чтобы записаться к неврологу, Анастасии пришлось, как она сама выражается, поскандалить. Ведь только так, по ее словам, можно попасть к заветному специалисту. У нас проблема с ногами, косолапит ножки очень сильно. Я педиатру об этом постоянно говорю, и нам нужно пройти ортопеда обязательно. Ортопед был на больничном у нас. Я позвонила, говорю, ортопед вышел с больничного. Да, вышел. Талончики будут в конце сентября на октябрь месяц. Это было числа где-то 6 сентября. Я говорю, это два месяца. В итоге, я проконсультировавшись с мамочками, с другими, они говорят, потом вам скажут о том, что уже поздно. Мало кто из пациентов знает, но на федеральном уровне установлены нормы ожидания медицинской помощи, рассказывает главный врач Барнаульской поликлиники номер 9. Эти правила необходимо соблюдать, нравится это пациентам или нет. Допустим, к педиатру может пациент записаться в течение суток, и ожидание должно быть не более суток. На неотложный прием он может по времени обращения попасть в это же время, в этот же день. Для оказания консультации узким специалистам в течение 14 дней сурок ожидания. Детей с явными признаками болезни во всех поликлиниках готовы принимать и без записи, говорит заведующий отделением восстановительного лечения. Для них открыты так называемые боксы. Выпит в сезон, если нужно, кабинет первичного приема. Мы усиливаем другими специалистами при большом наплыве. То есть у нас принимают тогда подростковый врач, врач инфекционного кабинета, дежурный администратор. Ну вот таким образом мы стараемся, чтобы у нас в поликлинике не было больших очередей. Между тем специалисты регионального Росздрава продолжают проверку Краевого министерства. Поводом послужили многочисленные жалобы от жителей региона, в том числе и на нехватку талонов в поликлиниках. Результаты массовой проверки специалисты готовы озвучить уже на этой неделе. А некоторым мамочкам приходится идти на хитрость. Чтобы попасть к педиатру без очереди и талона, они вызывают врача на дом. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.